Вы смотрите новости в студии телерадио компании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Результат зависит от единства действий. В администрации города состоялось первое заседание Координационного совета по спорту. Работники военных комиссариатов отмечают свой профессиональный праздник. В этом году окружному военкомату исполнилось 75 лет. За кажущейся легкостью колоссальный труд. В Муравленко прошел Кубок Ямала по художественной гимнастике. В нем приняли участие более 50 участниц из городов и поселков округа. 5 апреля завершился рабочий визит на Ямал председателя счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. Напомню, во время пребывания Сергей Степашин провел рабочую встречу с губернатором округа Дмитрием Кобылкиным, во время которой были обсуждены темы социально-экономического развития региона в свете выполнения задач стратегии развития арктической зоны России. Также в Салихарде Сергей Степашин провел расширенное заседание участников многостороннего аудита эффективности выполнения экологических обязательств странами-членами Арктического совета. Глава счетной палаты подчеркнул значимость проведения заседания в Ямал-Ниньском округе, социально-экономическая и технологическая сферы деятельности которого продолжают поступательно развиваться, а традиционный уклад жизнедеятельности коренного малочисленного населения сохранился практически в первозданном виде. Сергей Степашин выразил уверенность, что знакомство с опытом государственного управления арктическим регионом на примере Ямал-Ниньского автономного округа позволит участникам многостороннего аудита выработать действенные предложения правительствам и парламентам арктических государств по сохранению стабильной экосистемы Арктики для будущих поколений. Кроме того, эта работа сможет оказать позитивное влияние и на деятельность Арктического совета. Спорт и достижения как тема откровенного разговора впервые прозвучала на встрече главы администрации Александра по дороге и тренерско-преподавательского сообщества. Напомню, она состоялась в середине марта. Вопросов у сторон друг к другу возникало немало. Тогда же было принято решение создать координационный совет в качестве совещательного органа. 5 апреля представители физкультуры и спорта, вошедшие в состав совета, собрались на первое заседание. Подробности в сюжете Анны Карамавровой. Главным вопросом первого заседания координационного совета стала реорганизация системы спорта. Изменение для многих его участников – необходимость. В частности, тренеры СОК Ямала предложили изменить деятельность учреждения. Спортивно-оздоровительный комплекс нужно преобразовать в детскую спортивную школу Олимпийского резерва, чтобы была возможность готовить спортсменов высшей категории. Однако глава администрации высказал встречную мысль о том, что в первую очередь необходимо думать и действовать сообща и на равных, невзирая на регалии и опыт. По вашему участию и по вашему восприятию, чего вы ждете от совета, что вы хотите получить, на что вы нацелены и как мы будем выстраивать свою работу. Потому что у нас не будет формальных признаков, мы не будем рассматривать повестки дня, мы будем просто обсуждать, желательно горячо. Мы должны с вами и быть в результатах, и завоевывать кубки, и завоевывать медали. И с другой стороны, мы должны четко понимать, что физическая культура и спорт в городе должна быть и определять направлена на массовость, на оздоровление детей, на оздоровление взрослых, на доступность тренажеров, физкультуры, спорта и так далее. Для преобразования системы физической культуры и спорта в городе глава администрации предложил сначала определить основные болевые точки. Одна из главных проблем, по словам тренерского состава, низкая посещаемость спортивных учреждений. Допустим, в колледже у нас где-то порядка 600 человек, группы по 30 человек. И я все группы исключительно знаю по фамилиям, по именам и по отчествам. Я скажу, что из группы кто-то занимается в спортивных секциях, это максимум три человека. Аналогичная ситуация происходит и в школах города. Уроки физкультуры перестали быть твердой основой для физического развития детей. Еще одна проблема – нехватка тренеров. Сегодня в Муравленко культивируется 32 вида спорта. Многие из тренеров-преподавателей вынуждены брать на себя дополнительные ставки. На координационном совете поступило предложение пересмотреть количество секций. Возможно, игровые виды передать в ведение отдела молодежной политики, а классический и входящий в спартакиадный состав более активно развивать. По предложению Юрия Чалова необходимо четко разграничить физическую культуру, основанную на массовости и оздоровлении граждан, и спорт, главной целью которого всегда являлись достижения и победы. Для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом участники координационного совета решили разработать план взаимодействия спортивных учреждений со школами города. Очень важно взаимодействие школьной физической культуры и взаимодействие тренеров спортшколы, чтобы тренера по спорту могли прийти и проводить на базах школ тренировки. И дети, которые готовятся к спорте и бизнес-спорту, более серьезно могли в сорт приходить и получать большую нагрузку. Я вот за это. Другим проблемным звеном в городской системе спорта является уровень заработной платы тренерского состава. Здесь важно, чтобы участники понимали, что большие доходы возможны при личных инвестициях. К примеру, в Новом Оренгое более 90% тренеров имеют высшее профессиональное образование, следовательно, и более высокую заработную плату. Одно из предложений – поощрять тренеров за серьезные достижения воспитанников, учредив специальную премию. По мнению главы администрации, действенные способы заслуживают внимания, тем более, если они направлены на конкретный результат. Тот вопрос, который касается реструктуризации и реорганизации, еще раз говорю, что я согласен, для достижения, если будут достигнуты цели, я согласен идти на реорганизации, реструктуризации, только если мы понимаем, куда мы идем, а еще лучше, если мы понимаем, куда мы придем. В завершении заседания участники координационного совета решили подготовить предложение по реорганизации спортивных учреждений. Рассматриваться будет все – от коллективного договора до функций руководителя. Первый разговор состоялся. Что последует далее, зависит от единства действий всех заинтересованных лиц и, естественно, от желания изменить ситуацию. Анна Карамаврова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Муравленковские единороссы отчитались о проделанной работе. Очередное заседание политического совета прошло 5 апреля в исполкоме партии. В работе заседания приняли участие 11 членов совета, каждый из которых представил информацию о реализации партийных проектов на территории города. Координаторы рассказали, какая деятельность ведется в том или ином направлении. В частности, в городе завершено межевание земельных участков под индивидуальное строительство. В стопроцентном объеме поступило финансирование на обустройство инженерных систем в микрорайоне Уютной, бывшем 3Б. Ведется подготовка к летним работам по обустройству дороги к дачному поселку. Вместе с тем осуществляется партийный контроль над тарифами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в области защиты прав потребителей. В частности, был поднят вопрос о качестве предоставления горожанам интернет-услуг. В ходе обсуждения проекта «Чистая вода» было отмечено, что, согласно графику, предстоящим летом будет организована промывка сети водоснабжения с полной остановкой центральной котельной на две недели с 25 июня по 8 июля. По-прежнему в действии другие не менее актуальные для жизни горожан проекты партии. Это стратегия развития 2020, единая страна, детские сады детям, модернизация образования. Вместе с тем на заседании Полицсовета были озвучены итоги дополнительных выборов в Городскую Думу и состоялось принятие в ряды единороссов семи новых членов партии. А 6 апреля в администрации города состоялась отчетно-выборная конференция Муравленковского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». В соответствии с уставом они проходят раз в два года. С отчетом о проделанной работе активистами организации в 2011-2012 годах выступил Алексей Мокин. На сегодняшний день в состав «Молодой гвардии» входит 25 человек. Это работающие молодежь, студенты, начинающие предприниматели. Вместе они занимаются пропагандистской деятельностью, реализуют социально значимые проекты, участвуют в мероприятиях городского, регионального и федерального уровней. Наша деятельность полностью соответствует уставным целям и задачам. И мы развивались в последнее время в таких направлениях, как экология, спорт, дети, патриотизм, а также проекты. Их было немало направлено на повышение активности молодежи в области участия в выборах и вообще политической жизни. Кроме того, на прошедшей отчетно-выборной конференции был избран новый руководитель и штаб местного отделения «Молодой гвардии». В результате открытого голосования в штаб организации вошли 9 человек, а руководителем в течение двух ближайших лет будет Анна Мишина, специалист по работе с молодежью Молодежного ресурсного центра. Уже в конце этой недели на первом заседании нового штаба молодогвардейцев будут намечены планы деятельности организации на ближайшее время. 8 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники военных комиссариатов. В этом году окружному военкомату исполнилось 75 лет. Юбилейная дата символично совпала с 95-й годовщиной со дня образования местных органов военного управления в России. О буднях и праздниках отдела военного комиссариата Ямала по городу Муравленко расскажет мой коллега Денис Максимчук. Нынешний год для Муравленковского военкомата, в отличие от комиссариатов российских, не юбилейный. Учреждение отмечает 22-й день рождения. Отправную точку в биографии местного военного органа поставил первый военком города Виктор Ковалев, подписав приказ о создании военкомата 1 апреля 1991 года. Коллектив сильно, наверное, не изменился. Здесь работают люди, которые болеют душой, которым работа нравится. Конечно, начинался, может быть, не сразу такой сплоченный коллектив. Были моменты, была и текучка, конечно, люди приходили, уходили, но основной косяк сохранился. Вот еще с тех пор работают люди, которые я принимал на работу, работают, как говорится, приносят военному комиссариату или сейчас уже отделу военного комиссариата Ямала-Нейского округа по городу Муравленко определенные, как говорится, дивиденды. Опыт приходил с годами. Со временем нарабатывался и профессионализм. И сегодня военкомат Муравленко сложный, но единый механизм, который вполне успешно справляется с текущими задачами. Отдел не раз признавался одним из лучших среди отделов военного комиссариата Ямала-Нейского округа. Вот возьмем последних пять лет. 2008 год – второе место, 2009 год – второе место, 2010 год – первое место, 2011 год – второе место, 2012 год – второе место. Ну, в 2013 напрашивается какое место? Первое место. Леон Головач возглавляет военкомат с 2005 года. За эти годы вместе пережили многое. И ежедневные тяготы военной службы, и военную реформу с развоенизацией штатов. За 22 года здесь сформировался коллектив, способный выполнить любые задачи командования. Несомненно, я благодарю вас за вашу работу, за ту помощь, которую вы привносите, уже если говорить действительно непафосными словами, укрепление обороноспособности нашей страны, те места, занимаемые вашим отделом, о котором сегодня говорилось, это просто, наверное, цифры. А то, что состоит за этими цифрами, особенно во время призывных кампаний, особенно учитывая вашу способность общаться и с родителями, и с призывниками, и ваше трудолюбие по общению с документами, по составлению документов, это, поверьте мне, очень дорогого стоит. Работа отдела военного комиссариата ведется в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями города. Призыв в уроженные силы, постановка на воинский учет, военкомат выполняет целый ряд стратегических задач. Среди них и патриотическое воспитание молодежи, и сотрудничество с комитетом солдатских матерей. В честь празднования Дня работников военкомата и в знак достойной оценки деятельности учреждения, сегодня в торжественной обстановке коллективу отдела были вручены благодарственное письмо Законодательного собрания Ямала и благодарственный адрес главы администрации города. Отмечены заслуги сотрудников отдела и со стороны окружного командования. Троим работникам вручены грамоты военного комиссария Ямала и командующего Центрального военного округа. Денис Максимчук, Михаил Муштареев, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Новости спорта. В Муравленко прошел Кубок Ямала по художественной гимнастике. Соревнования в таком формате в округе прошли впервые. На ковер вышли спортсменки из Надыма, Таркас-Але, Муравленко и поселка Ханемей. Всего более 50 участниц от 5 до 14 лет. Подробности состязания в сюжете Марина Мехедовой. Пластичность, стройность, грация гимнастками или художницами, как часто называют девушек, можно восхищаться бесконечно. Но закажущейся легкостью колоссальный труд. С 2013 года начался очередной олимпийский цикл. Спортсменкам приходится осваивать новую международную программу. Гимнасткам и тренерам приходится работать по очень сложным правилам. Судьями наказывается не только выход за площадку или падение предмета, но даже если он случайно сломался во время выступления. А еще девочкам на ковре запрещено переговариваться между собой. Младшие сегодня делают первые шаги, выступают без предмета и не более минуты. Но борются девочки серьезно до последнего музыкального аккорда. Старшие выступают с обручем, булавами, мечом, лентой и скакалкой. До самого выхода в тысячный раз отрабатывают элементы. Судьи оценивают сложность, артистичность и технику выполнения. Чтобы хорошо выступить, надо улыбаться, открутить повороты и не выходить за красную линию. У ямальских гимнасток высокий уровень подготовки. Для каждой ежегодно составляется новая программа, поэтому девочки с интересом смотрят за выступлением соперниц. В каждой возрастной категории, а их девять, есть свои фаворитки. Мы здесь смотрим старших на спартакиаду, которая будет у нас проходить в Челябинске в мае месяце. Представительницы всех муниципалитетов оказались в призерах, что свидетельствует о высокой степени конкуренции. Муравленковские гимнастки подтвердили свой высокий класс, завоевав наибольшее количество призовых мест. 12 медалей, из них 6 золотых. На втором месте на дым, 8 медалей. У Пуровчанок в общей копилке 5 призовых мест и третий общекомандный результат. Год начался удачно, говорят спортсменки, и надеются, что следующие соревнования принесут еще больше побед. По крайней мере, уже завтра они начинают усиленно над этим работать. Марина Мехедова, Анатолий Шуликов, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленко ТВ. И это все, о чем сегодня вам успели рассказать журналисты компании Муравленко ТВ. Видеоверсии информационных выпусков по-прежнему доступны на официальном сайте города муравленко.ком. Я же на этом с вами прощаюсь и благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Далее вас ждет прогноз погоды. Не переключайтесь и всего вам доброго. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спонсор прогноза погоды – магазин «Керама». По прогнозам Гестметео, во вторник, 9 апреля в Муравленко переменная облачность. Осадков не ожидается. На улице похолодает. Температура воздуха утром минус 8 градусов, днем минус 5. Ветер сильный, восточный, с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров втутного столба. Не упусти! Только в «Кераме» бесплатная доставка строительных отделочных материалов из Ноябрьска для жителей Губкинского, Муравленко, Ханымень и Венгапуровского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова